Хоть что-то будет. Некогда даже, да и не получается мне все там технически редактировать, ничего. Бог даст, запишем еще курс истории христианства такой полный, со слайдами там, со всеми этими как раз вот графиками там, с картинками, чтобы было и интереснее, и зрелищнее. Да, и на чем остановился-то я? Вот по поводу собора, Третьего Ефесского собора. На Ефесском соборе был вопрос понят о том, что, мол, нужно ли и можно ли молиться кому-то еще помимо Господа. Монахи получали откровения между этими соборами, получается. Кстати, интересный момент. Это учение, по сути, многобожие, оно где зародилось-то, кто знает? В Африке. Оно родилось в Африке. Это Египет, Эфиопия, Сомали. Вот на вот, это юго-восток Африки, получается. Ой, северо-восток Африки. И вот, значит, и там проживали монахи, которые, ну, наверное, это, скажем так, монахи первопроходцы, монахи-пионеры, основатели этого движения вообще. Вот они, эти монахи, получали откровения через спиритизм и через явление ангелов. Вот два у них было главных источника. Значит, то есть, общение с умершими. Значит, спиритизм, он является грехом для христиан, но монахи не считали это грехом. Почему? Потому что монашество, оно тогда вот особенно, по первости еще, оно вышло из гностицизма. И то, что для христиан было мерзостью, для гностика, наоборот, хорошо. Вот, и спиритизм для христиан является грехом, но для гностиков это считается даже хорошим чем-то, ну, как бы, и важным. Вот, к сожалению, такая история. И вот, интересный эпизод. Он, он произошел как раз вот в конце четвертого столетия, уже после собора этого, я так думаю, было дело. Значит, это было на Кипре, на острове Кипре. Тогда архиепископом, старшим епископом этого острова был Епифаний, его звали. Некто по имени Епифаний, монах. Он, кстати, был не монахом, если не ошибаюсь. А может и монахом. Ну, не важно. Епифаний Кипрский. Епифаний Кипрский, архиепископ. Он официально святой. Кстати, в православной, в католической церквях. Значит, ему на Руси, там, молились, там, с поклон веков, там, с самого начала принятия христианства тоже. Вот, во многих храмах его фрески, там, все. Епифаний Кипрский, он разговаривал с этими африканскими гостями, с монахами из Африки. И которые говорили, что, мол, так и так, мол, молиться не только можно к Господу, но помимо Христа можно молиться к его матери, к Марии. Вот, и основывали свои некое учение на спиритизме и на явлении ангелов. И вот, значит, Епифаний Кипрский, интересный такой факт, он, значит, запретил им подобное учение распространять на острове, на Кипре, и сказал такие слова, значит, известный такой факт, интересный из истории Епифаний Кипрского. Он сказал, что ее, Марию, должна, говорит, уважать. Есть такой перевод еще, традиционные священники любят такой перевод, почитать. Ее должен почитать. Но, это не конец фразы. Дальше он говорит следующее. Но, никто не должен молиться к ней. Молиться ей. Хотя, буквально перевод говорит, именно не почитать, а именно уважать. Значит, ну, даже если перевести как почитать, но что делают сегодня традиционные православные священники и прихожане? Они не просто почитают ее, они молятся к ней. И к Марии даже молитвы особые, к Матери Иисуса считаются молитвы не как к остальным святым, как правило. К остальным святым какая молитва в храмах совершается? Молите Бога о нас. Молите Бога о нас. Все святые молите Бога о нас. Есть такое выражение даже. Вот, обращение. А к ней, к Марии, в традиции православной обращение, есть и такое, но чаще всего другое обращение. Спаси нас. Там, Пресвятая Богородица, спаси нас. А все святые молите Бога о нас. То есть, всем святым обращение молите Бога о нас, а к ней спаси нас. И считается, что она сама по себе уже может спасать уже. Другие святые, они могут лишь молиться. Они спасать не могут сами по себе. Но к Марии считается, в традиции современной православной считается, что она может спасать уже. И молитвы, которые есть в молитвословах, посвященной Марии, большей частью это плагиат, то есть молитвы, которые раньше были посвящены другим Богородицам, которые до Марии еще были Богородицами. Вот это Изида, это Семирамида, это Астарта та же самая, вот это Эфесская, как ее звали, забыл я, Артемида, Артемида Эфесская, да, то есть Дева Вечная и Богородица, Матерь Бога, значит, и вот Вечная Девственница и Вечная Матерь, значит. И вот самая древняя из Богородиц известных это Семирамида, еще Вавилонская, древняя Вавилонская, времен Вавилонского столпотворения, как раз, значит, она сыном Томузы или Фомузы на руках сидящая, являлась номер один Богородицей вообще. Вот ее муж Немрод, библейский тот самый персонаж Немрод, который был одним из первых противников Божьих вообще на земле, еврейской антиклопедии называют его, ну, как бы чуть ли не первым антихристом вообще, значит, замыслил он человечество обратить от всемогущего Бога, значит, и его жена Семирамида считалась первой Богородицей. Вообще, культ Богородицы очень древний, он задолго до нашей эры возник, конечно же, и по всем, по сути, так или иначе странам он где-то распространился. Значит, после Вавилонского столпотворения народу, разошедшиеся, разнесли культ Богородицы, ну, по всему миру фактически. Вот, допустим, китайцы древние называли ее Шингму, вот, Святая Матерь, значит, и когда туда, в Китай попали первые миссионеры, католические монахи, они удивились, увидев в древних храмах китайских Мадонну Марию с Иисусом на руках, они были удивлены, изумлены, конечно. Вот, привезли эти изображения древний, значит, в Ватикан, в Рим и выдавали их долгое время, там, не одно столетие даже, выдавали за древние христианские изображения. И только лишь уже в 19-м и 20-м столетиях было доказано, что эти изображения сделаны еще до нашей эры, когда еще Мария, сама Библейская в помине, еще не было еще, она не родилась просто-напросто еще в это время. Вот, и эти изображения посвящены древней Богородице Шингму, которая есть, по сути, та же самая, что Семерамида, только китайский вариант ее. Вот, а пока это не была разоблачена ересь, вот, эти католические миссионеры утверждали, даже родилась новая легенда, что якобы Мария была в Китае, якобы она, значит, каким-то образом сверхъестественным побывала там, значит, и проповедовала, каким-то образом. И китайцы забыли напрочь ее проповедь, но образ ее сохранили, как бы, вот, память о ней сохранилась, якобы. Вот такая история этой Шингму. Этрусские называли Вирго Патитура, Скандинавы Дизли называли, Египтяне, там, Изиды и тому, то есть, их много было столько наименований, там, Кибела, та же самая, мать Сара-Земля у славян, значит, германцев, значит, то есть, как бы, это все один культ, который, как бы, его в разных народах языческих его по-разному именовали порой. Ну, принцип был тот же самый, плодородие, культ, значит, там, и прочее, прочее. И вот, Марию, библейскую Мария, Матерь Иисуса, назвали впервые Богородицей именно вот на вот этом Третьем Соборе. То есть, если первых два Собора, они были, ну, библейски, так вот, выражены, будем договориться, в основном-то, то вот с Третьим Собором была большая проблема у нас, огромнейшая проблема. Это даже, скажу так, трагедия церковная разыгралась в этом Соборе. Кстати, как же эта ересь пришла вообще? Как на Соборе вообще, ну, додумались люди, вот, чтобы, значит, это все провозносить? Официально Третий Собор вообще-то собирался не по поводу, там, Богородицы, там, или святых вообще. Вообще, темой Собора было рассуждение, как бы, о природах Иисуса Христа, как бы, значит, и, в общем-то, Собор был посвящен, по идее, ну, совсем, ну, другому, как бы, казалось бы. И Собор, вы представляете, что такое Собор, да? Это конференция, на которую съезжаются разные богословы, разные учителя, патриархи, и вот к этому времени уже пять, будем так говорить, патриархов, запишите их, пожалуйста, пять патриархатов, как бы, пять центров, вот, на пальцах легко запомнить их, на руке, на руку посмотрите свою, так и запомните. По пальцам можно их, так вот, обозначить. Если на карту, представьте карту, допустим, вот, Средиземноморья, по порядку Рим, вот, то есть, всего больше ста автокефалий ливилизовалось, но для удобства их объединили в таких пять патриархатов. Даже была такая, как бы, ересь, не ересь, не знаю, мучение, по крайней мере, о пяти патриархах. Что ты говоришь? Пять, может быть, этих патриархов. Пять патриархов. Ну, тогда не знали таких. Значит, это Рим, Рим, потом, что у нас, что там, по порядку, если, если с запада на восток, после Рима, это Константинополь. Да, после Рима, Константинополь, Рим, Константинополь, потом Антиохия, потом Иерусалим, потом Александрия. Рим, Константинополь, Антиохия, Иерусалим, Александрия. Александрия уже Африка. Вот она так будет даже лучше по карте будет, как раз совпадет с картой. Тем более, что Рим, он, как бы, единственный патриархат на западе. А остальные все четыре патриархата на востоке. Рим, потом Константинополь или Стамбул, тоже, значит, Стамбул. Потом, значит, Антиохия, потом Иерусалим и потом Александрия. Александрия, это уже Африка идет. Вот таким образом, да. Потому что один на западе патриарх и четыре патриарха на востоке. Можно так просто объяснить даже, интересно. Так, вот запомнили, да? Рим, значит, Константинополь, Антиохия, Иерусалим, Александрия. И вот пять патриархов. И образовались разные школы, как бы, разные направления. И на соборе должны были быть, ну, все эти делегаты, по крайней мере. Было оговорено, что каждый из них, из этих делегатов, возьмет с собой, ну, ограниченное количество, там, небольшое количество богословов, учителей для дискуссий, для дебатов. То есть, как бы, заранее все было оговорено. Но, был преступный заговор уже. Чтобы ересь эту протолкнуть, Рим, да, Константинополь, Антиохия, Иерусалим, Александрия. И вот, Александрийский, африканский патриарх, его звали Кирилл. Это был такой аферист, религиозный патриарх, который хотел, как раз, именно, ересь эту, погородичную, в церковь внедрить. У него был, он понимал, что все остальные четыре патриарха против, конечно, будут. Сто процентов перемены, изменения в такого, такого изменения в христианстве, все остальные патриархи просто-напросто не потерпят. Безусловно. Значит, как бы не хотел африканский патриарх внести такую ересь, как бы он не опирался на монахов, значит, но, ну, скажу так, в диспуте богословском он даже пять минут не выдержит просто-напросто. Его просто, ну, поставят на место, и аферизм будет разоблачен. Значит, но Кирилл, он не был, он был аферистом, да, но он не был глупцом. Он понимал, что ему нужно вступить в такой сговор. И он еще вступил в сговор с императором. Тем более, что при дворце императора были люди заинтересованы в том, чтобы в христианстве был культ Богородицы и был культ именно святых, чтобы Иисуса подвинуть в сторону. И политики были заинтересованы в этом смешании с язычеством. И вот, собор должен был проводиться в Эфесе. Да, и местный митрополит еще, эфесский Мемнон, он не был патриархом, но митрополитом. Значит, и этот митрополит Мемнон, он тоже был, по сути, ну, заодно с Кириллом этим, африканским, александрийским. И вот, Кирилл, что он сделал? Какую он сделал хитрость? Он, во-первых, взял с собой для массовки, не столько, сколько было оговорено там учителей разных, а взял побольше для массовки с собой людей, монахов, значит, и приплыл в Эфес пораньше, до того, как все остальные приедут. Пораньше приплыл и сам самолично провел собор, так называемый, Третий Вселенский собор. Он приехал пораньше, чтобы все остальные патриархи еще отсутствовали. И сам лично провел собор. Ну, еще поддержал его местные Мемноны Эфески. То есть, вы скажете, как уже этот собор? Это же, ну, уру наскольких. Это вообще-то, это как бы, это... Да, вот так оно и было. Это было 22 июня, легко запомнить, фашистская Германия напала на СССР 22 июня. Поэтому, отметьте, собор 22 июня 431 года, это одна из самых таких роковых дат в истории христианства, 22 июня. И вот, собор был проведен, и буквально через несколько дней приплывают остальные делегаты. Патриархи Иерусалимские приплывают, значит, с Иерусалима корабль, с патриархом Иерусалимским, с богословыми, учителями, с Иерусалимской школы богословия. Антиохийцы приплывают, Константинополя. К 26 числу, то есть, собор был 22 июня, это разбойничий, по сути, собор, беззаконный совершенно, значит, чисто африканский. Вот, значит, к 26 числу все остальные делегаты приплывают. Все, кто приплывают, они просто в шоке. Кирилл говорит, что, братья, а мы уже сами пораньше, я прибыл пораньше, и мы пораньше провели собор, не дождавшись вас. Как? Значит, во-первых, раньше, чем было назначено, во-вторых, самолично, самостоятельно. Это же Вселенский собор, это же не просто, знаете, вот, совещание, конференция, местный, допустим, местечковый собор, поместный собор. Нет, это Вселенский собор. Вообще ужасно. И вот, остальным патриархам, приезжавшим, Кирилл заявлял, что пересмотревать ничего не будет, что решил, то решил. Братья, вы только ознакомьтесь и подпишитесь. Конечно, это было вообще беспределом, полным беспределом. Патриархи, даже бегло ознакомившись с тем решением собора 22 июня, они говорили, что это просто полный пересмотр всего христианства вообще. Это, ну, это изменения такие, которые, ну, недопустимы вообще в христианстве. Остальные патриархи, конечно, отказывались поддержать вот африканцев. Несмотря на уговоры, Кирилл стоял на своем. Что принял я, то принял. Он себя посчитал главой церкви вообще, по сути. Остальные патриархи были в ужасе, значит, и представители Папы Римского были в ужасе. Как же так? Почему африканский патриархи себя так ведет? Странно, неадекватно. Может, он болен? Такой стул впустили, что, видимо, он болен, видимо, на голову, потому что, как бы, не может быть. Он забыл все регламенты, он забыл все и вся. И вот, 26 июня, то есть, этот беззаконный собор был 22 июня. А 26 июня, после безуспешной беседки с Кириллом, который напрочь отказывался пересматривать свои решения, собрался новый собор. Во главе этого собора, ну, там уже были все остальные патриархи, там были разные школы представлены. Африканцы, по сути, проигнорировали этот собор. 26 июня были лишь некоторые наблюдатели, все. То есть, как бы, никаких пересмотров они не допускали. 26 июня начался новый собор, по сути. В этом же самом Эфесе. Только был председателем этого, если первого собора, 22 июня, был председателем Кирилл, и, как бы, единственным из патриархов, да, то на соборе 26 июня председателем был Иоанн, патриарх Иоанн Антиохийский. Представитель самой тогда, ну, как бы, известной, популярной богословской школы, Антиохийская школа богословия. Иоанн Антиохийский. И собор 26 июня, да, он зачитывал решение 22 июня, но, фактически, почти после каждого решения, зачитанного решения 22 июня, отцы 26 июня собора говорили анафема. Почти после каждого. И, в общем-то, поэтому собор 26 июня принял диаметрально противоположное решение. На соборе 22 июня было заявлено, что молиться можно не только Господу, но также и Марии, и Матери Иисуса Христа, ее впервые назвали Богородицей даже. Вот, значит, и молиться к ней, и апостолам допустимо, и можно, что это благочестиво. Отцы 26 июня заявляли, что пересматривать христианство не надо. Уже четыре столетия существует христианство, и, начиная от апостола до наших дней, молились только лишь Господу. Никому другому не молились, и Марию Богородицу не называли. Она не Богородица, она Матерь нашего Господа, она Христа Матерь, но она не является Матерью Бога, не Божьей Матерью. Языческие термины недопустимы здесь. Кстати, на соборе 22 июня местный митрополит Мемнон Эфесский, выступая, сказал следующее примерно. В его выступлении была такая мысль, такая мысль была главная, что, мол, не зря, мол, даже собор сам проходит в этом городе, Эфессе, издревле известным своим пультом Богородицы и пристадевы Артемиды Эфесской. Что, мол, как у евреев были пророчества, пророки были, а у нас, говорю, язычников предугадывание, предчувствие. И вот наши предки, поклоняясь Артемиде и Эфесске, они предугадывали настоящую Богородицу, которая есть уже в Марии, Матери Иисуса Христа. Вот такой был аргумент его. А аргументы этих африканцев были такие. Мне виделся сон, тому-то виделся видение, тому-то привидение. Все, вот как будто явление ангелов. Вот такие были аргументы. На соборе 26 июня один из спикеров, это был Протасинкел Анастасий, представитель Вселенского Патриархата, он заявил, зачитывая как раз решение 22 июня, заявил, что если отцы собора 22 июня утверждают, что им ангелы принесли иное благовестие это, то это будет анафема. Потому что если даже ангел с неба другое благовестие принесет, то будет написана анафема. Вот разошлись, как говорится, как море корабли. По сути, Кирилл и Иши с ним, почти все участники его собора, по сути, провозглашали иное благовестие уже. По сути, иное христианство. И вот решение 22 июня и 26 июня. Отцы 26 июня собора постановили христианство не менять, каким оно было, таким его и оставлять. Не трогай, без изменений оставлять. Отцы 22 июня выступали за пересмотр, по сути, основ христианства. Самого фундамента христианства. Ну и что? Кстати, современная традиционно-православная церковь, и католическая, и многие, кстати, протестантские церкви, почему-то, к сожалению, до сих пор именно собор 22 июня называют каноническим вселенским собором. Хотя он не канонический, не вселенский и антибиблейский. А соборе 26 июня традиционные, православные, многие католические богословы и многие протестантские вообще не вспоминают даже. А если вспоминают, то говорят, это был так вот, лжесобор. Какой же лжесобор? Когда он был как раз канонический, он был вселенский, и он был библейский, по учению своему. То есть, несуразница получается, друзья. Но почему так считают многие, и протестанты, и католики, и православные? Потому что государь-император постановил, после размышлений определенных, он так выразился, после этих всеножных факельных шествий по улицам Константинополя, монахов привезли в столицу за государственный счет, разместили все, и они устраивали всю ночь факельные шествия по улицам столицы, выкрикивая часами, скандируя, «Пресвятая Богородица, спасай нас!» «Богородица, молись о нас!» Жители столицы были в ужасе. Тысячи монахов ходили по улицам с факелами и скандировали это часами, значит, на всю ночь. И вот наутро император вышел к этой толпе, значит, и на подвозгласы этой толпы, он, значит, провозгласил, что после размышлений он принял решение собор 22 июня признать каноническим законным, а собор 26 июня признать невселенским и неканоническим собором. Все участники 26 июня были репрессированы, по сути. Одного из первых арестовали патриарх Иоанна Антиохийского, который напрочь отказался пересматривать вопросы, его арестовали, и места не столь одаренные. Он же старый, он был уже и так и умер, он в вузах, в темнице. Потом патриарха Иерусалимского тоже арестовали, и он пропал без вести в темнице тоже. Патриарха Вселенского тоже арестовали, и он пропал, ну, не без вести, он погиб в этом, в Уазе Сенибис, в Верхнем Египте. Сотни были арестованы священнослужителей, высокопоставленных в столице, в Антиохии, в Иерусалиме. То есть, те, кто отказывались подписывать решение собора 22 июня, их арестовали, и, как правило, в ссылку, или же в тюрьму, или же на каменоломниках простые рабы были отправлены. На их места из этих монахов, невежественных, неграмотных, спиритистов, оккультистов поставили новых епископов. За 20 лет они просто-просто изменили церковь до неузнаваемости, настолько, что пришло даже, ну, не была необходимость уже даже, созыва нового собора. Это уже Халкидонский собор 51-го года. Вот. 451-й год, ровно через 20 лет, в Халкидоне, Халкидон, был вынужден собраться новый Вселенский собор, потому что за 20 лет репрессий Антиохийская школа богословия, это тысячи священнослужителей, богословов, учителей, пастырей, они были репрессированы полностью. Антиохийская школа богословия была, по сути, искоренена, это такова и вообще. Иерусалимская так, 50 на 50. В столице все были заменены служители. Монахи заполнили все кафедры, епископские, священнические, были поставлены. И за 20 лет этих репрессий и насаждения монашеской системы монахи настолько видоизменили церковь христианскую. Скажу так, это был шабаш-ведьм, будем так говорить, в христианстве. Эти 20 лет, они привели церковь христианскую в такой деградации, что, скажу, уму непостижимо. Ну, скажу, в это трудно поверить даже. Но на соборе 451 года было решено, конечно, эти проблемы как бы так вот, ну, изменить, исцелить, как бы, церковь. Но получилось чем хуже. По сути, легализовали оккультизм. Монашеский оккультизм, почитание мощей, многие традиции, многие обряды, откровенно антибиблейские. А оккульт святых, многобожие, так и оставили непрозятым. То есть, решение 22 июня на соборе 20 лет спустя, 51 года, в Халкидоне, оставили без изменения. То есть, по сути, не пересматривали эти доктрины, так и оставили их. И вот после 451 года и до сегодняшнего дня, к сожалению, подавляющее большинство православных христиан и католических христиан и часть протестантских христиан по-прежнему считают, что, как бы, ну, все должно быть так и оставлено. На самом деле, нужна реформация. Тогда, благодаря политикам и репрессиям, и этим религиозным аферистам, и оккультистам в христианство были привнесены очень страшные ереси. И имя этой страшной ереси, по сути, многобожия. А культ святых был, будьте здоровы, он был просто-просто внедрен в тело Христа. Племеты были посажены. Кстати, на соборе 451 года был такой эпизод, очень интересный. Значит, он вспоминается в традиционном православии летом, не помню точно, когда. Значит, там говорится следующее в этом эпизоде, что так, мол, и так, когда обсуждали вопрос, какая доктрина там правильная, учение более правильное, менее правильное, монахи решили обратиться к старому опыту гностиков, к спиритизму. Но не просто к спиритизму, а останки человеческие, гроб был открыт, и в этом гробе лежало тело. одной мученице девушки, ее звали Ефимия, и к ней во гроб положили вот эти разные рукописания, что ли, будем говорить, эти разные определения, и потом закрыли гроб, и это не просто там монахи в пустыне где-то по одиночке так делали, они раньше так делали, но, а это позор был прямо на соборе. Сотни делегатов наблюдали, представители государя-императора наблюдали подобный спиритический сеанс, который записан документально. Вот это не то, что мнение, это когда монахи это чудян где-то себя в кельях, это как бы их проблемы, но когда это прямо на виду всей церкви, и когда это записано в документах собора вселенского, вот это уже позор. И они молились уже самой Ефимии, то есть если 20 лет назад шла речь только лишь о Марии, они говорили только лишь Марии, и только лишь вот 12 апостолов, все, через 20 лет уже молились кому только не молились, то есть как бы за 20 лет все, все пришло уже. И молились они Ефимии уже, просили ее, умершую, которая была уже больше, станет мертвой, просто в условиях пустыни она была засохшей такой девушкой, значит, и телом, значит, и молились к ней, и потом открыли гробницу, и одно из определений лежало у нее в руках, остальные в ногах. Тогда оппозиция не поверила, заявила, что нужно пересматривать все-таки дело, тогда патриарх и их никто, монах, сказал, хорошо, мы не будем закрывать гробницу, спросим Ефимию прямо так вот, открытым текстом, и возвал к ней, и рука этой Ефимии, она вдруг как бы зашевелилась у этой покойницы, представьте, и так и она отдала руку описание прямо в руки председателю. Оппозиция все равно не поверила, пришлось ее репрессировать, но как бы факт остается фактом, что после этого эпизода, молва об этом эпизоде, она разошлась по всей империи, а культ мощей, он заполонил по сути всю империю, так или иначе, но об этом уже потом после перерыва расскажу.